Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Разворот» и ее ведущий Михаил Котляр. За пультом мне сегодня ассистирует Роман Гусейнов. В рамках «Разворота» мы сегодня решили сделать обзор прессы Сызранской областной. И первой под руку попалась газета «Волжские вести». В частности, материал «Новые окна не для старого дома». Ирина Правдина взяла интервью у сызранской пенсионерки, которая недовольна качеством выполнения работ по замене окон. Клавдия Михайловна Сластунова обратилась за газету с претензией к компании «Мировые окна», которая занимается в Сызране установкой оконных конструкций. Компания установила и окна, выявились недоработки, и теперь представители фирмы выискивают различные причины для отказа, пишет Ирина Правдина. Дома у этой пожилой женщины автор отметил, что окна потекли сразу же с наступлением холодов, а установили их в сентябре прошлого года. Директор компании «Мировые окна», по словам «Волжских вестей» Евгений Саргинов, подтвердил, да, с Клавдией Михайловной его фирма последние полгода контачит очень плотно, только вот эти отношения уже измучили обе стороны. Дом, в котором живет Сластунова, по мнению поставщика услуги, имеет свою специфику. Он двухэтажный, очень старый. В комнате, где Клавдия Михайловна заменила окна, высокая влажность. Она составляет 86%, тогда как по норме не должна превышать 55%. Такое помещение необходимо проветривать. В нем нельзя сушить белье, желательно также сократить число комнатных растений, стоящих на подоконниках. Кроме того, необходимо заштукатурить откосы окон снаружи, так как это сделали соседи с Сластуновой. Тогда оконные конструкции будут вести себя нормально. Ничего исперечисленного заказчица не выполнила. Отсюда и результат. Ну, это, как понятно, мнение директора фирмы. У Клавдии Михайловны мнение другое. Она уверена, что появившийся конденсат на стеклах, следствие недоделанной работы конструкции, надо было запенить снаружи. А поскольку это не сделано, окошки и принялись плакать. Тем не менее, директор компании утверждает, что необходимый пенный шов снаружи есть, и доказал это, продемонстрировав пену просто снаружи. И я так понял, что Ирина Правдина решила попытаться как-то выйти на компромисс вместе с участниками конфликта. Вот она пишет. Сидим втроем, перебираем вариант решения проблемы. Евгений Внов предлагает Сластуновой взять обратно полученные с нее за окошки деньги и обратиться в какую-либо другую фирму. Пусть сделает заказ там, поставит себе конструкции другого подобного исполнителя, раз мировые окна ее не устраивают. В то время Клавдия Михайловна говорит, а зачем мне опять эти хлопоты? Нет, я категорически против. Значит, остается одно, заштукатурить откос и отказаться от уже упомянутых привычек, вроде сушки белья над головой и так далее. Но другие-то люди делают это, говорит Клавдия Михайловна. И цветы разводят, почему я должна меняться на старости лет? Ну, Ирина Правдина говорит, что спустя какое-то время понимает, от чего разногласия, о которых сегодня идет речь, приобрели такой затяжной характер. Конечно, видя ветхость фасада дома, куда были вставлены окна, компания предложила заштукатурить снаружи откосы. Все было сказано правильно, за исключением одного. Поставщик услуги не учел реакции пожилого одинокого человека. Ведь и не сообразите ему сразу, где брать материалы, да искать отделочника. Поэтому и решила Клавдия Михайловна, что фирма просто схалтурила. А затем, мол, ее специалисты принялись искать всяческие отговорки, вроде необходимости проветривания. Между тем, надо было просто успокоить старую женщину, найти для нее правильные слова. А может, вопреки инструкции и занятости, все-таки помочь ей с этой штукатуркой, учитывая неординарность ситуации. Ну и комментируя от себя подобный момент, вообще скажу, что разногласия между заказчиками и фирмами, которые занимаются установками оконных конструкций, и в Сызрани, да и во всей России, это не новость и уже стало на самом деле обычным делом. Сам не так давно устанавливал себе остекление балкона, перебрал несколько фирм, и тут даже на стадии подготовки к работам уже складывается негативное впечатление у многих желающих себе поставить новые окна. Потому что когда ты приходишь, называешь там размеры балкона или окна, говоришь о том, что какой ты профиль хочешь, для чего тебе это нужно, тебе называют одну сумму, приходит замерщик, и после его замеров нередко оказывается сумма на 30, 40, 50% выше изначально заявленной. Может быть, здесь вина и твоя в том, что ты неправильно преподнес данные, согласен, может быть, и такое. Но уж очень часто такое происходит, когда тебе навязывают дополнительные услуги. Вот поделюсь также своим опытом, что ко мне приходили замерщики, и на моем балконе вели себя как настоящие хозяева. Здесь мы установим это, здесь мне это, тут такие окна, а снаружи мы вам еще металлом балкон обошьем. А на мой вопрос, а зачем мне снаружи металл, когда я его не заказывал, поскольку я живу на девятом этаже, и ближайшие дома, с которых можно увидеть мой балкон снаружи, находятся в нескольких километрах в поселке Сердовина. Передо мной лес, кому нужен мой балкон снаружи? Главное, чтобы он мне внутри устраивал. И вот люди в ответ на это, ну, типа, красиво будет, но я же это не заказываю, мне это не нужно, зачем вы включаете в прайс-лист ненужные мне работы? И такое происходит сплошь и рядом, поэтому, в принципе, претензии пенсионерки понятны, а желание сэкономить представителя бизнеса понятно вдвойне. Бизнес, он и есть бизнес. Ну, и от волжских вестей мы переходим к октябрьскому времени. В колонке, коротко о важном, здесь есть несколько интересных информаций, в частности, октябрьские наши коллеги пишут, что в апреле инфляция в Самарской области составила 0,2%, а в январе 1,7%, то есть такое небольшое сравнение. Продовольственные товары подорожали на 0,1%, а непродовольственные на 0,3%. Стоимость платных услуг увеличилась на 0,2%. Ну, вот еще такой тоже маленький комментарий. За последние полтора месяца заметил, что хлеб в среднем подорожал на 1,5 рубля. Учитывая его, там, прежнюю стоимость 19-20 рублей, 1,5-20 составляет порядка, наверное, сколько, 1,15 части, да, то есть около 6%. И все эти вот статистические выкладки, на которые я натыкаюсь не только в октябрьском времени, но и в других средствах массовой информации, они настолько усреднены, что не дают реального отражения. Да, может быть, в целом-то на 0,1% подорожало, то есть не подорожала красная икра, фуа-гра и прочие-прочие продукты, которые массовым спросом не пользуются. А массовые продукции подорожали достаточно ощутимо, но средняя температура по больнице показывает 0,1%. Следующий материал из октябрьского времени. Министерство труда и соцзащиты России пообещало для россиян с 35-летним стажем прибавку к пенсии в размере 1100 рублей. Более того, каждый год ее планируют повышать на 500 рублей. На самом деле новость отличная, особенно учитывая, что у нас пенсионная реформа в последнее время очень сильно буксует и подвергается критике как со стороны оппозиционно настроенных политиков, левых, правых, так и со стороны представителей власти. Замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов прокомментировал данную ситуацию. Стаж 35 лет это только для поощрения, это не требование, чтобы выйти на пенсию. Чтобы выйти на пенсию, нужно отработать 15 лет. А 35-летний стаж это стаж, который будет поощряться в абсолютных размерах около 1100 рублей, сказал он. В итоге, согласно новой формуле, разработанной в правительстве, пенсия будет состоять из трех частей. Фиксированная выплата, страховая и накопительная пенсия. При этом страховая пенсия станет учитываться не в абсолютных цифрах, а в особых пенсионных коэффициентах. Они будут зависеть от уровня зарплаты, возраста выхода на пенсию и стаж работы, пишет газет «Коммерсант». На нее ссылается октябрьское время. А с 2014 года граждане России смогут самостоятельно выбирать, какой процент от заработка им отдавать на пенсионные накопления. По словам президента России Владимира Путина, эта система должна быть разработана так, чтобы через 15-20 лет ни государства, ни граждане не оказались у разбитого корыта. И октябрьское время напоминает, что сейчас работодатели отчисляют в пенсионный фонд за своих работников 22% от зарплаты. У тех, кто родился до 1967 года, нет накопительной части. Их взносы идут на выплаты нынешним пожилым людям, а будущую пенсию формирует и индексирует государство. А вот с 2014 года, когда новый закон начнет действовать, граждане, которые родились в 1966 году и раньше, ничего для них не изменится. А для молодых они смогут сами решать, хотят они рисковать накоплениями, или же полностью довериться государству и формировать пенсию как старшее поколение. Ну, вообще я могу сказать такой момент, что все эти коэффициенты пенсионные, они последние полтора года настолько в головах у людей перепутались, что, наверное, далеко не каждый даже грамотный человек сможет впоследствии рассчитать себе какую-либо пенсию. Буквально сегодня к нам приходил в редакцию представитель частного пенсионного фонда, не будем называть этот фонд, и предлагал свои накопительные пенсии, свои накопительные части передать им. Причем мотивировал он это тем, что сейчас накопительными пенсиями государство не занимается, оно не имеет такого права, и они лежат в нешканом банке. То есть все наши пенсии, которые мы зарабатываем, они сейчас лежат в частном коммерческом банке, и причем доходность этих пенсий, то есть доходность счетов, на которых лежат, ниже инфляции в России. В частности, там прибавились, насколько я помню, цифры, но опять это ссылаясь на слова представителя пенсионного фонда, то, что за 7 лет инфляция составила 68%, а доходность этих счетов всего лишь 53%. И получается, что эти деньги, накопительные части, фактически обесцениваются с каждым годом все больше, больше и больше. Я не буду, конечно же, агитировать людей, вкладывать в какие-то более доходные пенсионные фонды, это все их дело, в этом разбираться нужно. Но вот читаю я про пенсионную реформу, у меня отец пенсионер, и понимаю, что чем дальше, тем запутаннее. Непонятно, какие коэффициенты, для кого, с какой стати, где они хранятся, почему они не работают. Чтобы разобраться в этом, нужно быть, мне кажется, семи пядей во лбу. Ну и переходим к центральному нашему источнику сегодняшних новостей. Это газета «Самарское обозрение». Тут целый ряд интересных материалов, и буквально на второй полосе у них такая дискуссия развернулась. Прощать ли бизнесменов, осужденных по Уголовному кодексу Российской Федерации. Причиной, информационным поводом для такого материала послужило вот что. 26 мая Государственная Дума должна принять закон об амнистии осужденных за экономические преступления. Такое обещание дал на прошлой неделе российский уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. При этом до сих пор нет четкого ответа, сколько всего человек и по каким статьям должны быть освобождены. То ли 111 тысяч, то ли всего-навсего 13 тысяч человек. Нужно ли освобождать осужденных по различным частям 159 статьи Уголовного кодекса. Это мошенничество для тех, кто не в курсе. Задумана ли вся эта кампания ради выхода на свободу Михаила Ходорковского. Стимулирует ли она развитие предпринимательства или является политической уловкой в играх власти и бизнеса. И представлено на страницах «Самарского обозрения» два мнения «за» и «против». «За» выступает председатель совета директоров ОАО «Теплант» Сергей Савельев. «Против» выступает Валерий Фомичев, президент торгово-промышленный палац Самарской области. И в заголовок мнения Савельева, мнение «за» такая его цитата выставлена. «Если выпустят так же, как сажали всех подряд, это будет компонейшна». Вот что говорит Сергей Савельев об этой инициативе. «Мне кажется, у нас не очень много осужденных по экономическим преступлениям. Как-то так сложилось, что крупные дела до суда не доходили по каким-то основаниям. Прекращалось, либо их фигуранты уезжали с границы, как в случае с Домом Печати Сергеем Пушкиным или Качмазовым, который живет совершенно открыто, даже не в бегах. Внешне вроде все понятно, но непонятно, почему суды так рассматривали эти дела. До приговора из громких судебных процессов довели только дело Самара нефтегаза. Может быть, по другим делам формальная доказательная база очень слаба, а может быть, проблема в другом, многоточие». Вообще, конечно же, Сергей Савельев говорит с одной стороны дело, а вот его оппонент Валерий Фомичев, он говорит следующее. «Такая амнистия – хорошая инициатива. Мне сложно оценить эту инициативу с точки зрения политической ситуации. Я уверен, что здесь все-таки доминирует экономическая составляющая, стимулирующая развитие предпринимательства в России. Политическая цель второстепенно». И вот он добавляет. «Я не знаю, много ли предпринимателей в Самарской области были осуждены за преступления по экономическим статьям. Такой статистики у меня нет. Но, думаю, это малая толика. И скажу, почему они сели в тюрьму. Если бы вам дали 343 изменения налогового кодекса за год... 343! Восклицательный знак. Вы понимаете меня? Эти нарушения порой допускаются не умышленно, а просто от незнания. Таких людей надо прощать. Надо дать им возможность вернуться в бизнес, научить законодательство. Изучить законодательство наше непростое время. Каждый предприниматель пытается кормить семью и пытается показать себя в бизнесе. Но не все воспринимают серьезно требования налогового законодательства. Думают, а вось пройдет. Вот и все. Ну и от себя прокомментировать хочется вообще следующим образом. У нас сегодня на многих открытых ресурсах совершенно спокойно пишется, что судебная система России изжила свое. А по сути амнистия достаточно большой прослойки людей, да, и все-таки, ну, пусть количество осужденных за экономические преступления не так много в общем количестве, в объеме общего количества осужденных за другие преступления. Но, тем не менее, это большое количество человек. Вот тут указывается цифра даже в 111 тысяч. Но, тем не менее, это все часть судебной системы. Судебная система, которая, по утверждению многих, уже даже не столько даже оппозиционных, вполне провластных и чиновников, и политиков. Судебная система, которая работает не во имя закона. И вот отлично сказал Валерий Фомичев, если бы вам дали 343 изменения налогового кодекса в год, а зачем столько изменений? Зачем столько изменений ежедневно, ежемесячно вводятся в налоговый кодекс? Получается, 343 изменения в год. Получается, по одному изменению в день. Я уверен, не меньшее количество изменений у нас и в требованиях пожарной охраны, не меньшее количество изменений рождается в требованиях Санпина и прочих-прочих надзорных органов, которые имеют право штрафовать. И, я думаю, не будет для кого секретом, что многие предприниматели, и не только предприниматели, и руководители государственных, муниципальных учреждений, прекрасно знают, что подобная разработка все новых-новых-новых норм, их изменение постоянное и неуспевание, грубо говоря, предпринимателей соответствовать этим нормам, направлено лишь для того, чтобы увеличить поток денежных средств в бюджет. Местные, федеральные, но обычно это федеральный бюджет, потому что штрафные санкции накладывают государственные службы. Факт остается фактом. Вот об этом рассуждают на страницах Самарского обозрения. Дальше. Большой материал Самарского обозрения под рубрикой «Власть и политика» посвящен году работы в нашей области губернатора Николая Меркушкина. Называется, озаглавлен материал «Хозяйский подход». За год работы Николая Меркушкина радикально изменил принципы управления Самарской областью. Эта фраза вынесена наверх страницы. И вот что пишут авторы Светланы Короткова, Елена Дергунова и Валерия Остапкович. Смена власти в Самарской области повлекла за собой целый ряд радикальных изменений, связанных с политикой и методами управления нового губернатора. Они оказались столь отличными от методов его предшественников, что не могли не создать напряжение в среде элит, привыкших к совсем иному отношению к собственной роли в процессах управления территорией. Впрочем, элиты неожиданно быстро смирились с требованиями новой власти, а федеральный центр и население запущенные процессы оценили как позитивные и перспективные. И вот с разных сторон, с разных точек зрения пытаются оценить новый подход Николая Меркушкина к управлению таким непростым достаточно регионом, как Самарская область. Ключ этой модели, цитирую, губернатор должен быть хозяином в регионе, который руководит в том числе и деятельностью хозяйствующих субъектов, поясняет президент московского холдинга Минченко-Колсалтинг Евгений Минченко. Прежде всего, это коснулось системы распределения и контроля бюджетных подрядов. Девизом новой власти стало наведение порядка в головах и сметах, которые оказались существенно завышены. Практически каждый крупный проект губернатор рассматривает лично. И в качестве цифр вот приводятся такие анализ, проведенный при новом руководстве специалистами областного министерства строительства привел к тому, что все строительные сметы были снижены в среднем на 20%. То есть, представляете, какой у нас объем, многомиллиардный объем закладывается в бюджет на строительство различных, в том числе и социально значимых объектов. И вот эти многие миллиарды сократились на 20%. В частности, общее снижение стоимости по госконтрактам более 2,3 миллиарда рублей. Ну, это сопоставимо с городским бюджетом Сызранина. На год. И вот приводят прям по конкретному. Лада-арена удешевилась на более чем на 1 миллиард рублей. Каток в поселке Мехзавод в Самаре на 52,5 миллиона рублей. И спортивный комплекс «Динамо» на 17,7 миллионов рублей. Жилая застройка в Новокуйбышске на 25 миллионов рублей. Жаль, вот только Сызрани пока не коснулись. Но я думаю, это дело недолгое. И губернатор, как пишет Самарское обозрение, одновременно обрушился с гневной критикой масштабов коррупции в регионе, одним из следствий которой были неприлично завышенные сметы. По словам главы региона, раздувание смет стало обычной практикой для местных чиновников. В результате от 10 до 40% бюджетных средств, направленных на тот или иной социальный проект, расходуется, мягко говоря, не по назначению. То есть, фактически, господин Меркушкин подчеркивает, что у нас от 10 до 40% всего строительного бюджета муниципалитетов и вообще региона разворовывается. Вопрос тогда логичный. Если это отмечает губернатор, почему те люди, которые 10 или 40% от этого бюджета выпилили каким-то образом, каким-то образом отмыли через суп подряд, я не буду рассуждать об технологиях, почему они не сидят? Логичный вопрос. И вот тоже замечательный комментарий председателя Комитета по законодательству и законности и правопорядку Самарской губернской думы Юрия Шевцова. Первые результаты этой борьбы уже есть, имеется в виду борьба с раздуванием смет. В качестве примера Юрий Шевцов приводит тот же ледовый дворец в Тольятти. Цитирую. В 2007 году в проекте он стоил всего 1 миллиард рублей, а к 2012 году стоимость выросла до 3 миллиардов. И только пристальное внимание губернатора позволило достроить дворец, при этом сократив в разы затраты на него. Но имеется в виду как раз таки Лада-Арена, которая подешевела на 1 миллиард 70 миллионов рублей. То есть от 3 миллиардов. Очень интересно получается. 5 лет с 2007 по 2012 год, да? За 5 лет цена выросла втрое, с миллиарда до трех. Никто этого никогда не замечал. Но пришел Николай Иванович Меркушкин, заметил, надавал по шапкам и сразу цена снизилась. Я не буду смеяться в прямом эфире, но на самом деле как-то плоховато. Работает в таком случае Министерство строительства и наши законодатели. Если они без такого прекрасного Николая Ивановича Меркушкина не заметили раздувание смет на миллиард рублей. И вот что говорят еще также, что у Николая Ивановича замечательные лоббистские возможности. 16,8 миллиардов рублей составит в этом году бюджет Дорожного фонда Самарской области. Из этой суммы 5 миллиардов, то есть практически треть, области удалось получить благодаря лоббистским возможностям Николая Меркушкина и его команды. А вот как у нас Владимир Путин отзывается о новом губернаторе. В Мордовии, так же как и в некоторых других субъектах Российской Федерации, нет ни золота, ни нефти, ни газа. Но республика развивается весьма хорошими темпами. Причем развивается разносторонне. Это касается не только сельского хозяйства, это касается и промышленности, но, что особенно отрадно, это касается гуманитарной сферы. Ну, я думаю, что сейчас мы прослушаем новости, а после новостного блока вернемся к обзору прессы и, в частности, к обсуждению политики Николая Ивановича Меркушкина. Всего доброго. И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. У нас снова программа «Разворот», и в ее рамках у нас продолжается обзор прессы. До новостного блока мы разговаривали о Николае Меркушкине и его годовом стаже на посту губернатора Самарской области. Вообще, в Самарском обозрении, которое выступило для нас источником информации, целых два разворота посвящено Николаю Ивановичу и его работе с разных сторон. Причем под очень разными интересными заголовками, например, «Меров научились считать деньги», «Повышают престиж человека труда», «Рушат коррупцию и возрождают ЖКХ», «Рекорды собственными силами». То есть, достаточно такие громкие и даже с определенной долей пафосы заголовки. Как к ним относиться, не знаешь, потому что сколько людей, столько и мнений. И я неоднократно слышал, что в том числе и жители Мордовии говорят то, что при власти Николая Меркушкина там Мордовия фактически стала регионом-донором для федерального бюджета. Хотя, странно, с чего она может быть донором, учитывая, что там практически нет промышленности. То есть, кому верить здесь не знаешь. Наверняка у многих сызранцев после последнего визита губернатора, мы к нему немножечко вернемся чуть позже, сложилось у Николая Ивановича достаточно позитивное мнение после того, как он публично и не скрываясь отчитал руководство города и даже порекомендовал ему уйти в отставку. Наше руководство достаточно изящно вывернулось из этой ситуации буквально пару дней спустя. Мы это уже обсуждали и в рамках программы «Разворот» непосредственно после визита губернатора, поэтому не будем возвращаться. Так вот, зацепился за материал под заголовком «Слушать всех и каждого». Самарское обозрение пишет, что встреча с населением – один из основных принципов работы самарского губернатора. Непосредственное общение с населением – еще один креугольный принцип системы управления самарского губернатора, которому он придает практически такое же значение, как контролю за бюджетными потоками в регионе. На практике это означает достаточно частые и обстоятельные встречи с населением, которые уже потрясли наблюдателей своей длительностью и тщательностью разбора проблем и последствиями для местных властей. От себя добавлю, что на самом деле эта разница видна только в сравнении с манерой работы нашего предыдущего губернатора Владимира Артикова, который практически не посещал муниципалитеты. А если посещал, то об этом становилось известно за две, за три недели, за месяц. К этому все всегда успевали подготовиться, и зачастую такие визиты проходили очень наигранно, что было видно. Ну, кстати, вот Николай Меркушкин нередко о своих визитах не предупреждает. И нагряда, ну, о том, что он приедет, становится известно за день и за два до непосредственного приезда. Вот. И вот пишутся в Самарске обозрение. Только в Сызране, третьем по величине городе области, за год Николай Меркушкин побывал четыре раза. Это сообщил глава администрации городского округа Юрий Кабрякин. Цитирую. Ни один губернатор так часто не посещал Сызрань. Подобных встреч с населением тоже никто до него не проводил. Таким образом, мы получим политическую стабильность. Город начинает доверять губернатору. Он не остается глух к просьбам жителей, а моментально реагирует на них. Все это уже сейчас отражается на доверии народа к власти. Ну, насчет власти, конечно, я думаю, Юрий Владимирович слегка загнул. Губернатору-то, может, доверие повышается. А учитывая то, что дела последних лет, и в том числе и уголовные дела, не будем конкретизировать, и последних дней, и последних месяцев, и публичная порка, как называли многие люди выступления губернаторов в Сызранском драмтеатре в апреле, все это говорит о том, что доверия к местным-то властям особо у населения нет. Вот такие вот дела. Конечно же, полностью, полностью мы не сможем пересказать все материалы самарского обозрения, посвященные губернатору, поэтому переходим к следующим. Хинштейн наступает и выигрывает. Так называется материал самарского обозрения о том, что глава самарского следственного управления и следственного комитета может спасть жертвой аппаратных игр. Вот что пишет самарское обозрение. Ну, если кто не в курсе, Александр Хинштейн, это депутат Государственной Думы от Самарской области, ярый борец с коррупцией, хотя многие называют его в то же время позером. И вот что пишет самарское обозрение. Проблемы во взаимоотношениях Виталия Горсткина, это глава Самарского следственного комитета, и Александра Хинштейна впервые были обозначены в начале 2012 года, когда депутат Госдумы подверг работу областного следственного управления и следственного комитета жесткой критики в статье «Кущевка самарского масштаба», опубликованной в газете «Московский комсомолец». В публикации шла речь о создании в Шигонском районе, вот, да, буквально у наших соседей, некой организованной преступной группировки, руководимой экс-начальником местной милиции Михаилом Чечельником. Статья Хинштейна спровоцировала приезд в регион проверяющих из МВД, Генпрокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации. Впрочем, особых нарушений в деятельности правоохранительной системы региона найдены не было. Ну, вообще, Александр Хинштейн всегда отличался, потому что он не первый срок уже сидит в кресле в федеральном парламенте. Его манера всегда отличалась такими яркими высказываниями, яркими обвинениями, и кто-то его даже называет скандалистом. Хотя человек, у меня есть знакомые, которые лично с ним общались, и он производит человека очень умного, очень грамотного и четко планирующего свои действия. Но в любом случае фамилия Хинштейн выделяется на фоне многих других парламентариев. Вот что пишет Самарское обозрение. Летом 2012 года Хинштейн публично, вновь на страницах московскому комсомольцу, упрекнул областной следственный комитет в том, что ведомство покрывает своего сотрудника, Романа Левинского, на тот момент следователя Богатовского МСО, якобы дружного с фигурантами громкого уголовного дела по стрельбе в кафе «Ритм» в Пестравке, где пострадали семь человек. Кстати, вот буквально на днях, насколько я знаю, обвиняемых по этому делу должны судить. Горсткин показательно уволил Левинского, который, в свою очередь, обратился в суд с иском к Хинштейну о защите чести и достоинства. Еще несколько месяцев Горсткин и Хинштейн существовали в режиме вялой пикировки, причем каждый служил своеобразным раздражителем для своего оппонента. Обострение ситуации началось в январе 2013 года, когда неизвестные лица атаковали областную прокуратуру, которой депутат Государственной Думы РФ традиционно близок. В день празднования очередной годовщины создания прокуратуры в интернете появился скандальный ролик, главным героем которого был Игорь Уваров, начальник отдела по надзору за процессуальной деятельностью Следственного управления Следственного комитета по Самарской области. Уваров был вынужден уволиться. Практически в это же время Следственный комитет начал проверку по факту законности приобретения квартиры в элитном жилье Уваровым и его коллегой, старшим помощником прокурора области по обеспечению собственной безопасности Александром Деденко. Ну в общем, спустя некоторое время Александр Хинштейн выступил в эфире радио «Эхо Москвы» в Самаре. «Я заявил о необходимости проведения проверки законности приобретения большого количества недвижимости, причем приобретения большого количества недвижимости руководителем Следственного комитета господином Горсткиным. В ответ Горсткин публично уведомил прокурора Самарской области о готовности предоставления всех необходимых объяснений и документов от себя и супруги, подтверждающих законность приобретения недвижимого имущества. И вот Самарское обозрение резюмирует. Чем закончится силовая война, пока не ясно. Но судя по нынешней кадровой ситуации Горсткина, на начало мая 2013 года лоббистские ресурсы господина Хинштейна явно оказались мощнее. Ну, а как показывает активность Хинштейна в прошлом, в тех случаях, когда его лоббистские интересы оказываются более мощными, кто-то лишается своих кресел. Так что ждем с интересом развития событий. В продолжении у нас мы пропускаем несколько страниц и замечательный заголовок попали под пресс. Материал посвящен тем, что увлечение автоваза импортными автокомпонентами грозит коллапсом региональному промышленному кластеру. Этот материал я отметил еще и, естественно, потому, что одно из крупнейших предприятий Сызрани Пластик являлось, во всяком случае, раньше крупнейшим поставщиком пластиковых изделий и компонентов для автогиганта Тольяттинского. Вот что пишет Павел Каледин в Самарском обозрении. Обновление модельного ряда Волжского автозавода влечет за собой последствия, чреватые глубоким кризисом куста региональных поставщиков предприятия. Они теряют ключевой рынок сбыта по мере уменьшения объемов производства и снятия с конвейера традиционных моделей. А поставки на модели новые, разработок альянса Renault-Nissan, в который сейчас интегрируется автоваз, локализуются очень медленно. Самарский кластер поставщиков автоваза заметно проседает с точки зрения финансовых показателей. По предварительным данным, выручка предприятий в прошлом году упала на 10-30% и процесс далек от завершения. То есть, Самарское обозрение нам мягко намекает, что впоследствии выручки производителей автокомпонентов местных, имеется в виду, могут еще сильнее упасть. Ну вот, в частности, цифры. Так, согласно данным отчета Тольяттинского ОАО Автоваз Агрегат за 2012 год, выручка предприятий в прошлом году упала на 30% с 6 млрд до 4,2 млрд рублей. Стоит отметить, что такой показатель, как выручка от продаж, согласно данным Spark Interfax, ОАО Автоваз Агрегат провалился впервые с 2009 года. То есть, получается, что даже в кризисный 2009 год компания зарабатывала лучше, чем сейчас. По информации Самарского обозрения, также на треть падает выручка самого крупного поставщика автоваза в Самарской области Сызранского пластика. Производитель автокомпонентов пока не опубликовал свою годовую отчетность, хотя на самом деле, насколько я помню, опубликовал. Однако о падении объемов заказов на 2013 год открыто говорит руководство пластика. Эта же проблема была публично названа в ходе визита губернатора Николая Меркушкина в Сызране. Более чем на 10% с 2,4 до 2,2 млрд рублей снизилась выручка ОАО Самарский подшипниковый завод, который также является поставщиком ОАО Автоваза. Да, вот мне здесь Роман Гусейнов подсказывает, что в 2012 году выручка ОАО Пластик от общей реализации всей продукции составила 5 млрд 613 млн рублей. Годом ранее этот показатель был 6 млрд 431 млн рублей. Как сообщается в документах бухгалтерской отчетности предприятий, снижение выручки обусловлено изменением структуры предприятия и завершением производства ОАО Автоваз автомобильного ряда «Классика» и снижением производства модельного ряда «Самара-2», «Приора» и «Калина». В прошлом году потребителем 40% всей продукции пластика был Востский автозавод. Уровень объемов производства пластика в сопоставимых ценах к 2011 году составил 80,5%. Ну вот, да, что еще раз подтверждает эту информацию. Что дальше вообще, как комментируют люди? Ну вот Виктор Хлыстов, мэр Сызрани, говорит следующее для самарского обозрения. Сызрань уже попадала в сложную ситуацию, когда закрылась Рослада. Тогда город столкнулся с массовым отъездом молодежи за его пределы. Сколько будет сокращено людей на этот раз, я спрогнозировать не могу. Но открыв в городе технопарк, можно будет занять увольных на выпуске другой продукции. Технопарк это технопарком, но только это дело-то не одного года, даже, я думаю, не двух и не трех. А рабочие места нужны уже сегодня, потому что на пластике сокращаются работники. Вот что пишет дальше самарское обозрение. Основная причина резкого снижения выручки главных игроков... Ну да, вот что мы говорили, подсказывал мне наш оператор Роман Гусейнов. Как раз-таки то, что модельный ряд классика снят с производства и часть других. Вот что говорит генеральный директор автоваз-агрегата Григорий Инга-Панько. Автокомпоненты на домомодельный ряд автоваза, судя по всему, будут обеспечивать глобальные поставщики, которые привел на Волжский автозавод его новый собственник, альянс Рено-Ниссан. Цена у них на 20% ниже, чем наши, что и сыграло решающую роль, признавался в интервью... Александр Федулов, это генеральный директор завода имени Тарасова. Мы, цитирую, мы готовы были к приходу Bosch и Valio, это крупнейшие мировые производители автокомпонентов, но не ожидали, что их цена окажется настолько ниже наших. Президент автоваза Игорь Комаров отмечает, что по одним компаниям их может не устраивать качество, по другим цена продукции. Некоторые поставщики, например, настолько закредитованы, что размер их долговой нагрузки сложно считать совместимым с жизнью. Соответственно, стоимость обслуживания долга они пытаются заложить в цену комплектующих, что для нас неприемлемо. Ну, если рассуждать на эту тему, на тему материала Самарского обозрения, то совершенно понятно, что автоваз последние несколько лет, начиная с 2008 года, когда у нас грянул экономический кризис, находится в депрессии, мягко говоря. Вливания туда из федерального бюджета были гигантскими. Какого-то ощутимого влияния, такое впечатление они не принесли, потому что качество автомобилей, даже если и выросло, то ненамного. Какие-то новые модели не выпускались. Ну, мы не будем говорить про Гранту, которая тоже разрабатывалась несколько лет. Largus, который был фактически слизан с Renault Logan, это тоже не идет в счет. Цены на автомобили, чтобы сделать их доступнее, не снизились. Получается, что, ну, вас приходится экономить. И вполне логично, что он будет выбирать поставщиков, которые предлагают качество выше, а цены ниже. И жаловаться на это областным, вообще любым другим производителям, которые не могут составить конкуренции, глупо. Ты либо совершенствуй свое производство, да, закладывай туда новые технологии, вкладывай в него средства, чтобы в итоге давать более качественную продукцию. Либо откажись от конкуренции, ну, не можешь конкурировать по каким-либо причинам. Ну, это твои проблемы. Мне кажется, это закон бизнеса. Поэтому рассуждать здесь то, что областные автопроизводители попали под пресс, глупо. И вот, что дальше пишет Самарское обозрение. То, что местные производители автокомпонентов все активнее выражают свою обеспокоенность по поводу экспансии на автоваз мировых производителей автодеталей. Ну, что ж, бывает, бывает. Они, конечно, могут обращаться к властям, но законы бизнеса, это законы бизнеса. Я думаю, в любом случае областные и федеральные власти смогут договориться с более крупными поставщиками. И Максим Симонов буквально на следующей странице Самарского обозрения расшифровывает, что вообще проблемы отрасли приобрели системный характер. Генеральный директор ОАО «Пластик» связывает падение оборота производителей автокомпонентов с неравными условиями конкуренции. И вот буквально несколько цитат. С точки зрения качества могу сказать, что наши возможности полностью соответствуют потребностям АВАЗа. Более того, мы имеем успешный опыт реализации проекта в Санкт-Петербурге. Расположенные там мощности ЗАО «Вланкас» обеспечивают поставки на завод «Дженерал Моторс». И там наших контрагентов все устраивает и по качеству, и по цене. Мы пытались, пытаемся и будем вести переговоры с ВАЗом, доказывая, что вполне в состоянии соответствовать предъявляемым требованиям. Но пока могу констатировать, тенденция не меняется. В итоге сейчас на пластике трудится лишь порядка трех тысяч работников. Ну да, сокращение есть. Ну и напоследок, в завершении нашего блока, хочется, хочется. Где же этот материал замечательный, который я видел? Ах, наверное, он был в начале. Самарское обозрение пишет об обновлении рейтинга миллиардеров. Москва заняла второе место в мировом рейтинге городов по числу проживающих в них долларовых миллиардеров, составленным компанией Wealth Knights. В столице России таковых 64, в Нью-Йорке 70, тройку замыкает Лондон, там 54 миллиардера. Затем идут Гонконг с 40 и Пекин с 29 миллиардеров. Самое интересное, что мне бросилось в глазах, что новым лицом в десятке русской Forbes является совладелец компании Novotek Геннадий Тимченко. Вот хочется вспомнить про Тимченко, который, по мнению нашей оппозиции, является хорошим другом нашего президента и тем человеком, который через кипрские и другие офшоры отмывает российские нефтедоллары, уводит за рубеж буквально миллиарды и триллионы долларов. Ну и на такой вот позитивной в кавычках ноте мы заканчиваем сегодняшнюю программу «Разворот». С вами был в студии Михаил Котляр, ведущий обзора прессы. Мне ассистировал за пультом Роман Гусейн.